Этот сиреневый здоровяк – величайшее зло Марвел. Привет и добро пожаловать на WatchMojo! И сегодня мы расскажем топ-10 величайших историй про Таноса. В этой подборке мы вспомним величайшие истории про Безумного Титана за всю его долгую комиксную быль. И очевидно, что спойлеры! Номер 10. Танос в поисках бесконечности. Эта сюжетная ветка чем-то напоминает недавний фильм «Война бесконечности». Тут детально расписаны похождения Таноса в поисках всех шести суперкамушков. Сюжет начинается с воскрешения Таноса самой смертью, затем он путешествует по галактике, собирая артефакты, чтобы уничтожить половину всей жизни во вселенной. Эта история – идеальный аперитив перед эпической сагой «Перчатки бесконечности». Тут и освежение впечатлений для бывалых фанатов, и знакомство для новичков со вселенной Марвел. История заканчивается, когда Танос собрал все камни для перчатки и получил отворот-поворот от своей возлюбленной смерти. Номер 9. Конец вселенной Марвел. В 2003 году Марвел начали публиковать многочисленные сюжеты «The End». Под названием «Танос. Конец» скрывался цикл из шести выпусков. В них описано становление Безумного Титана как лидера оставшихся героев Земли в противостоянии космическому злу. Танос побеждает, но в процессе впитывает в себя нечто с названием «Сердце Вселенной». Как обычно это происходит в космических историях Марвел, все становится довольно сумасшедшим и заканчивается самопожертвованием Таноса ради сохранения Вселенной. Так что злодей показал свою более человечную сторону. Номер 8. Танос побеждает. Это история – часть недавно отмененного комикса про Таноса. В заключительной арке Танос выигрывает, Безумного Титана переносит в будущее другой Танос из будущего. Этот другой Танос завоевал и уничтожил не половину, а почти всю Вселенную. И история заканчивается тем, что старый Танос требует у более молодой версии себя убить его, чтобы он наконец мог быть вместе со смертью. Как он сказал, никто не убьет Таноса, кроме Таноса. Это был крутой финал для слишком рано закончившейся серии. Номер 7. Смерть капитана Марвел. Эта история не сосредоточена на Таносе, но имеет решающее значение в эмоциональной кульминации комикса. Первый капитан Марвел, Марвел, был популярным героем, чьи комиксы отменили после решения Джима Старлина. В первом графическом романе Марвел скончался от рака, а не во время грандиозной битвы со суперзлодеем. В последние минуты дух тогда мертвого Таноса явился ему и сопроводил к смерти. Это трогательный момент и один из первых проблесков светлой стороны Таноса. Номер 6. Аннигиляция. Космическая вселенная Марвел пережила всплеск популярности после этой масштабной сюжетной линии, параллельной гражданской войне. Вторжение инопланетной силы волны аннигиляции ширится по галактике и может быть остановлена лишь совместными силами героев и злодеев. Сначала Танос на стороне лидера волны Аннигила, пока не узнаем его истинный план по уничтожению вселенной. И прежде чем он успевает предать Аннигила, Дракс вырывает сердце Таносу. Это была эпическая космоопера, которая восстановила Нову, Стражей Галактики и Таноса на ролях ключевых игроков во всеобъемлющем повествовании Марвел. Без этой истории у нас, скорее всего, не было бы МСЮ такой, какой мы ее знаем. Номер 5. Танос против Мефисто. Это единственный выпуск Серебряного серфера, который предшествовал Перчатке Бесконечности. В беседе между Таносом и Мефисто нам раскрывают подробности о мощи Камней Бесконечности. После того, как Танос избавляется от своих непосредственных врагов, Мефисто находит его и пытается украсть перчатку. Однако Безумный Титан легко побеждает его. К концу выпуска Мефисто замечает, что Танос в обычном физическом облике остался открытым для атаки. Тут раскрываются характеры, развивается сюжет и происходит экшен. Ну а что еще должно быть в успешном комиксе? Номер 4. Последняя угроза. Эта сюжетная линия привела к первой смерти Таноса. В этой основополагающей арке космической вселенной Марвел впервые появились Камни Бесконечности. Адам Уорлок объединился с Таносом для победы над злобной версией себя – Магусом. В итоге Танос выступает против Уорлока и впервые использует Камни Бесконечности как оружие. Ловит Уорлока в Камень Души, но тот вырывается благодаря Спайди и обращает Таноса в Камень. Это первая из нескольких смертей Безумного Титана, которая помогла проложить некоторые основные сюжетные арки для персонажа на предстоящие годы. Номер 3. Танос. Восхождение. В 2013 году Марвел наконец-то дал Таносу полноценный Ориджен. Серия из пяти выпусков показывает взросление Безумного Титана и его путь от запуганного изгоя до покорителя миров. Кроме прекрасных иллюстраций, в этих выпусках довольно жесткий сюжет, который очеловечивает Таноса, не упуская и его злодейства. Злодей тут многогранен, а история Таноса и смерти еще более мрачная, чем мы могли бы предположить. Сюжет заканчивается тем, что Танос уничтожает свою родную планету в очередной попытке угодить хозяйке смерти. Номер 2. Бесконечность. Вскоре после расширенного Ориджена, Танос появился в качестве основного антагониста в главной саге Марвел 2013 года «Бесконечности». В этой эпической повести Джонатана Хикмана, являющейся частью Мстителей, Танос вторгся на Землю. Пока большинство героев сражались в космосе с древней расой инопланетян под названием Строители, Танос успешно провернул вторжение. Он и его Черный Орден взяли под контроль планету, чтобы выследить его сына Тейна. Когда Мстители возвращаются защищать Землю, именно Тейн побеждает Таноса, обрекая его на существование живого мертвеца. А прежде чем мы продолжим, обязательно подпишитесь на наш канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Номер 1. Перчатка Бесконечности. Эта история закрепила статус Таноса как одного из величайших злодеев Марвел. После того, как смерть отвергла Таноса, когда он собрал для нее все Камни Бесконечности, он делает последнюю попытку завоевать ее внимание. Танос использует перчатку, чтобы уничтожить половину всех живых существ во Вселенной. Для противостояния Таносу, Адам Уорлок возглавляет группу самых могущественных героев Земли. Хотя изначально они все повержены, из-за цепочки неожиданностей и предательств Танос стал уязвим для атак выжившей Небюлы. История заканчивается тем, что Камни были распределены по всей Вселенной, а Таносу удается сбежать, чтобы жить себе тихой жизнью. А вы согласны с нашей подборкой? Напишите нам в комментариях, какие вы знаете интересные истории про Таноса. И не забывайте ставить лайки и подписываться на WatchMojo, чтобы не пропустить свежие видео. Они уже на подходе.